Правительство пошло всем нам навстречу. Берег турецкий вновь открыло для всех нас. И тут же мы отправились навстречу со Средиземным морем, солнца не боясь. А чё бояться? Мы же все привыкли на Средиземном море отдыхать. Поэтому будем здесь загорать и веселиться. И вам докладывать, тишь здесь на море или гладь. Уважаемые любители рок-музыки, но здесь помимо водных видов спорта, ну физкультуры водной, спорт это громко сказано, здесь есть и пляжный волейбол на песке, и волейбольная площадка на траве, и футбольная площадка есть. И здесь масса настольных игр. Мы пройдемся. Вот здесь играют ребята в настольный теннис. В тенежке, но играть в такие виды спорта тяжело на открытом воздухе. Дартс, гляньте. Тоже можно поразвлекаться. Ну, любители есть. Уважаемые любители рок-музыки, помимо настольного тенниса, здесь целый есть игровой центр. Пойдемте заглянем. Руссо-туриста уже в эти игры наигрались. Уже не хотят. Никого нет. Придется мне садиться за руль вот этого звездолета. А ну! О-о-о! Погнали! Вперед! Набираем скорость! Ну какой русский не любит быстрой езды? Есть такие? Значит вы не русские люди, если не любите. Мы погнали! Давайте! Вот! Вперед! Набираем скорость! Не уйдете, гады! Не уйдете! Догоню все равно! И самое главное, правильно держите руки на руле крепко! На без 10 и 2! Только так! А то, знаете, едешь иногда в такси, а он такой сядет, руку вот так положит и едет. Я ему говорю, возьми с двумя руками за руль! А чего? Я профессионал! Какой ты нахрен профессионал, если с двумя руками за руль не держишься? Профессионалы! Безопасность требует вот так держать руки крепко, как положено. А не выделываться! Это всегда все плохо заканчивается! Или вот так! Ну я уж не говорю про то, что там ресницы красит сердце-рельце! Но наши девчонки и это умеют! Ну то девчонки им простительно, а мужика нет! Пойдемте посмотрим еще магазинчики! И обязательно ювелирный магазин с очками! Пойдемте заглянем, что там есть! Покажите что-нибудь красивое! Да вы что, у вас все красиво? Да! Вот такие вот серьезные вы люди? Ну, останемся! Елена Ивановна, тут серьезные красивые люди! Уважаемый любитель рок-музыки, ну видите, и здесь знают рок-группу Волочук АСД! Как только меня увидели, говорят, все, рок-н-ролл, форево! Да, форево, форево, форево! Форево, рок-н-ролл! А вы говорите! В Турции вас нас любят! Вот! А у нас там хейтеры, хорошее, что у тебя за музыка плохая? Да возьмем вам! Ну не понимаю, не понимают люди! Рок-группы не для всех! Вот! Особенно рок-группа Волочук АСД! Это не для всех! Это не для средних умов! Вот так! Говорят, что все у них есть! Конечно! Ну прям как, помните, как у Райкина, в Греции все есть! А и в Турции, оказывается, все есть, а ну показывайте! Ну вы же рядом живете, загайпун! Давайте, где самые красивые сережки? Самые лучшие! И самые качественные, и самые недорогие! Это APM Monaco! APM Monaco! Гляньте, какая красота! APM Monaco! Смотрите! Необычный бренд! И сколько оно стоит? Один из них стоит 400 евро! Елена, гляньте, какая красота! Мне очень нравится! А это отсюда же, да? Это вот к ним, это из того же бренда! Они 180 евро стоят! Разной длины? Да! Вот у них вот именно такой интересный бренд! Елена Ивановна, гляньте, что творится! Что это? Тяжелая глянь? Елена Ивановна! Длиннющая, тяжелая! Плюс двухсторонняя! Ух ты! И сколько такого? 600 евро! Ну стоит! Скажите, что это у вас такое? Я когда-то в детстве коллекционировал часы! У меня был такой период детский! Я коллекционировал часы! Знаете, многие русские дядьки взрослые, когда дорывались до денег, они начинали коллекционировать часы! Такой период детский был у них, у многих! И я не избежал этой участи! Тоже коллекционировал! Это потом до меня дошло, что это даром никому не нужно! Вот ночишь одни часы и нормально все! А часы уже потеряли свою? Ну конечно! Вот что сделал интернет! С такой прекрасной модой на часы! Попортил все! Ну показывай, что есть! Вот смотрите, роликсы у нас есть! Роликсы! Нет, 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 нет! Яхтеные, яхтеные, яхтеные! Яхтмастера нету! Вот понимаете, разобрали меня, яхтмастеры! Тут, кстати, любители часов были до меня! Да! Хюблоты! Знаменитые! А чем знаменитые хюблоты, не знаете? Потому что наш худеносец! Не знают! А я расскажу вам! Уважаемый любитель музыки! Когда появились хюблоты, только-только появились первые, номер один! А я был как раз в Каннах! И иду по Каннам, а там есть магазин напротив Каннского дворца, называется Хронометрия! Знаменитый магазин, его весь мир знает! И там самые новинки всегда лежат! И я захожу, а там хюблот лежит, значит, полностью, ну не пластмассовое, а вот такое стекло, прям до того красиво сделано! И у него был ярко-ярко-желтый апельсиновый ремешок! Я такой как глянул, говорю, что это за часы у вас? Ну стеклянные такие! Они говорят, так это же новая фирма, хюблот! Я говорю, ё-моё, а сколько они стоят? Они говорят, они стоят 12 тысяч евро! Я думаю, ё-моё, ну дорого! Ну вид! Ну, понимаете, такие часы одеваешь на руку и идешь, и люди оборачиваются, смотрят на тебя! Допустим, я иду вот в этих скромных улиц Нардинах, ну их-то не оборачиваются! Говорят, ну что-то стекляшка на руке! А хюблоту тот, который с ярким ремешком, с оранжевым, на него оборачивались люди! Бы! Я думаю, 12 тысяч, ну так и так, думаю, ладно, возьму! Я говорю, ладно, заворачивайте, буду забирать! А они что-то мне говорят по-французски! Говорят, не-не-не-не-не! Я думаю, это что ж такое! Я говорю, да вы что, мужики, деньги, давайте! Они говорят, не-не-не, опять что-то лопочут! А я же по-французски не понимаю ничего! Я думаю, что они лопочут! Я пошел за сыном, англой учился, англский язык хорошо знал, в Оксфорде он учился! Я подхожу к нему, говорю, сынок, а ну спроси, что они не продают мне часы эти? Что такое, может, русским не продают? Может, моя физиономия не нравится, я их не знаю, уважаемые, любят друг в музыке! Людям-то обычно нравится физиономия волчука из дорог звезды русской, А там, думаю, вдруг не нравится! А он такой подошел, что-то с ними поговорил, говорит, папа, это макет, их еще не выпустили! Они только рекламируют их! Я такой думаю, а-а-а, не повезло! А там лимитированная серия 50 штук! 50 штук будет, потому там запись идет у них! И я такой, эх, жаль! А там рядом лежат золотые! Ну, я думаю, если те стоят 12 тысяч евро, то золотые, наверное, вообще бешено где их стоят! Я им говорю, слушайте, мужики, я говорю, сыну, ну спроси, сколько золотые стоят? Ну, просто ради интереса! Он такой спрашивает у них, они говорят, 15 тысяч евро! Я говорю, да вы что? Да нафига мне стекляшка, золото давайте! И они мне продают золотые часы! Ну, скидку сделали, они мне за 12 продали! Мы поторговались! Они за 12 тысяч евро мне продают золотой хюблот! А это номер один! Они тогда первое место в Швейцарии заняли на биеннале на швейцарском! Только они вот появились! Тогда их еще не было! Вот! И я забрал эти часы! Но история продолжалась! Значит, у меня был, как у русского настоящего мачо, в 90-х годах у меня был комплект выездной на пляж! Какой комплект? Вот такая вот цепуряка на полкилограмма золота, вот такой крест! Ну, прикалывался! Здесь была цепь в полкилограмма золота! И я даривал вот этот хюблот! Еще перстеняку там золотую! И мы с друзьями прикалывались, выезжали на пляжи, ну, и вот это прикалывались! И однажды мы поехали в Неаполь! А я же не знал, что это столица итальянская не мафия, а каморры! Там половина населения русского, это бандюки! Воры, мошенники! И мы там уже улетали, уже там отдохнули, все хорошо! До самолета еще было часов 5-6, решили пройтись по центру Неаполя, ну, посмотреть что-нибудь такое! И я иду, сына держу за руку! Самый центр города! И я его перевожу через дорогу, отпускаю, а этот хюблот был на резиновом ремешке! На кавычке? Да! Я такой перехожу, сына отпустил, перешли, и мне все-то за руку, я думаю, это сын! Тейк-тейк-тейк-тейк-тейк! И кто-то берет вот так вот, дергает, срывает этот хюблот, а тот второй подъезжает на мотоцикле, он ему на сзади заскакивает, и они улетают! От этого хюблота, уважаемый любитель рок-музыки, осталась только пряжка! И вот эту пряжку я прибил на стену у себя, в комнате, и каждое утро встаю, смотрю на эту пряжку и говорю, Сережа, не колоти понты никогда лишние! И с тех пор я больше вот эти все комплекты для понтов не одеваю больше никогда! И часы больше не коллекционирую! Вот так вот, и вам рекомендую не тратить деньги на фигню, на всякую! Лучше коллекционировать прекрасные музыкальные инструменты! Вот это достойная коллекция! И еще лучше коллекционировать песни, рок-группы, волчоксд! Они бессмертные, они пойдут в века! Ну, справа тот знаменитый магазин, где мы купили феску мне для съемок клипа! Я надеюсь, что она вам очень понравилась, эта фесочка! Где мой друг Кебар? Ушел по Абеду! Ушел по Абеду! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну ничего! Зато смотрите, какие красивые тут женщины! Красивые девчонки здесь, которые любят хард-рок! Новый хард-рок из России, правильно? Да! А-а-а, вы говорили! Нет, я в Азербайджане! Ты из Азербайджана? А-а-а, тем более! Тем более из Азербайджана! Откуда? Из Сумгаита или из Баку? Нет, из Баку! Из Баку! Ну, тут, в общем, везде наши люди! Вы были в Баку или нет? Когда-то были? Елена Ивановна, можно я вам расскажу? У меня первая жена из Сумгаита! Азербайджанка! Мне двух детей мне подарила! Тимура и Елизавета! Ну, они уже большие такие-таки, яркие! Они уже с нами не приехали! С нами приехали четверо других бойцов из группы Волочекайзов! Вы будете смеяться! Мы живем в столице мира! В Москве! А-а-а! Спрашивает, хорошо ли у меня дела? Да у меня плохо не бывает! Вы что? Я очень молодой! Вы что? Он говорит, спрашивает меня, ты молодой душой? Да я всегда молод душой! И буду всегда! А как по-другому? Я жрог-музыкант! Вы что? Я жрог-звезда! Всем привет! Мы пошли дальше! Отдыхать! Вы 80-е? Это у 18 лет, говорит! Очень молодая, энергичная! Я? Да-да-да! Ну, это он меня в старики записывает! Говорит, мне 18 лет! Вы что? А мне только 15 лет! Вы что? 16 лет! Старики записывает! Люди пошли! Не годится это! Мне только 16 лет! Но скоро будет совершеннолетие! Я тогда пойду выпивать! Все, всем приветки, Бару, тоже! Ну, если кто не знает, то я вам расскажу, что вот в этих прибрежных странах, на Адриатике, Испания, Италия, особенно Италия, Греция, Турция, у них парикмахерское ремесло находится на грани искусства. Это такое у них развлечение, времяпрепровождение, взрослые мужики любят приходить в парикмахерскую, это у них такой своеобразный клуб, ну, еще с тех времен, где их брили, они там рассуждали о политике, о жизни, о женщинах, и это так проводили время, сидели пили чай. И вот здесь у них тоже есть парикмахерская, где меня прекрасно подстригли, поэтому давайте я зайду и покажу вам ее. Ну, я надеюсь, что они нас не выгонят. Ходимте. Здравствуйте. Вот за вот этим знаменитым креслом, в будущем знаменитым креслом, стригли рок-звезду Волощука СД. Вот тут, вот прям тут, скоро здесь будет табличка, тут стрелянался Волощука СД. Я должен вам сказать, хорошо подстригли, но, к сожалению, моего мастера нет. Я хотел поджать его мужественную и профессиональную руку, но его нет. Видите? Где мой друг? Где мой друг? Где? Вместе. Вместе. Мой друг будет завтра, к сожалению. Ага. Вот его имя? Вот его имя? Он его имя? Тей Фит. К? Тей Фит. Кей Фит. Моего друга зовут... Тей Фит. Тей Фит. Моего друга зовут Тей Фит. Да. Спасибо вам, ребята. Ну, что нет. Так что вот так вот. Тут вам и ноги пошкребут, и педикюр сделают, и маникюр сделают, и самое главное, хорошо подстригут на лысо. Вот так. И, если вы обратили внимание, тут опять магазин. Магазин, где торгуют обувью. Зайдем, посмотрим, что тут. А фуражечки, гляньте, какие фуражечки прекрасные. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Уважаемый любитель руку музыки. А ну, говорите, хорошо ли. А ну, говорите, и еще там все молчите. Уважаемый любитель руку музыки, что вы молчите? Скажите, хорошо или нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как? Похож я на человека. Вот скажите, вот похож я на человека или нет? Молчит. Молчит. Сомневается. Сомневается. А я сам на себя посмотрю. Ай, загнутая сильность. Уважаемый любитель руку музыки, как вы считаете, взять такую мне кепку или нет? А ну. Вот человек разбирается, понимает, что у меня самая лучшая кепка капитанская. Я каптейн первого ранга русской рок-музыки. Сейчас буду мерить другие шляпы. А ну. А ну, а ну, а ну, а ну, а ну. Хэ. Хэллэдж. Хэллэдж. Морская. Уважаемый любитель руку музыки, она тоже морская. Гляньте. А я же капитан. Вы, 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 наверное, это уже поняли, что я моряки капитан. А ну. А ну. Серьезный человек. А мне нравится эта шляпка. Елена, она хорошая. Тут мне не нравится. Ну, а пойдем смотреть дальше. Уважаемый любитель руку музыки. Ну, что, скупились. Скупились. Самое главное, что купили. Вот эту шляпку. Видите, какая прекрасная. Черная. Потому что рокеры какие. Цвета любят черные. А что еще рокеры любят очень сильно? Они любят золото. Титьки, митьки и купюры. Хотя я слушал недавно интервью одного нашего знаменитого рокера. Еще мне деньги. Я такой, я такой бессеребренник. Не, ребята. Если ты бессеребренник, то ты не профессионал. Профессионал работает за деньги. Поэтому я выбрал черный рокерский цвет с золотом. Потому что я хочу быть как Пол Маккартни. Миллиард двести миллионов долларов в состоянии. Вот это рокер. И я понимаю. Пойдемте. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащу. Расскажет рокер Валащу.